У нас Юлия Минина, нотариус. Мы ждем, ждем этого горяча. Я просто... Да, но... Все, мне пирожки в голову ударили. Резко переходим на другую тему, хотя это не отменяет то, что мы готовы угостить вам с пирожками. И мы уверены, что вы тоже печете пирожки. Вы же в России живете. Какие? Очень редко, но с капустой. Вот, мой человек! Мой человек! Почувствовали вот эту вот связь. А как лупицу? Ну что ж такое? Ну ладно, мы тогда переходим на серьезную тему. Все-таки нотариус у нас в студии. Юлия Минина, еще раз доброе утро. Доброе утро. Да. Исполнительная надпись нотариуса заработала в цифровом формате. Читаю я в новостях. И, ну, ничего почти что не понимаю, кроме того, что, ну, нотариус, цифровой формат и так далее. Скажите, пожалуйста, о чем эта новость? Прокомментируйте. Кто это? Может, начнем с исполнительной надписи? Давайте. Исполнительная надпись – это такой механизм внесудебного взыскания долговых обязательств. То есть она совершается нотариусом на нотариально удостоверенных документах, которые содержат денежные обязательства, либо на кредитных договорах, в котором есть условия о внесудебном взыскании. То есть это экономит время кредиторам, чтобы взыскать долги, это суды, время пошлина. А так кредитор обращается к нотариусу. До этого за 14 дней уведомо в должника о том, что он собирается совершить исполнительную надпись. Если должник никаким образом не реагирует, не собирается вернуть долг, совершается исполнительная надпись. И кредитор уже с этой исполнительной надписью обращается в службу судебных приставов. На основании исполнительной надписи, это судебные приставы, начинают исполнительное производство. То есть минуя вот это вот суды, время пошли на государственные. Ну то есть раньше это было на бумаге, а теперь в электронном виде? Сейчас в электронном формате. То есть заработал сервис, то есть кредитору не нужно уже лично приходить с документами, необходимыми к нотариусам. Он через портал федеральной нотариальной палаты, обязательно имея подтвержденный аккаунт на госуслугах, обращается с заявлением о том, что он хочет совершить исполнительную надпись, также прикладывая необходимый пакет документов. Федеральная нотариальная палата отправляет нотариусу, нотариус совершает, и также электронный пакет отправляет как заявителю, так и напрямую в службу судебных приставов. Все, возникает исполнительное производство. Я правильно понимаю, что это значительно ускоряет процесс? Вот на сколько? Ну, на много. Хорошо. То есть вы сидите у себя на работе, да, если вы кредитор, и вы через компьютер, через информационные системы все это делаете. Ну, многие люди, знаете, с цифровыми технологиями, которые на вы, они вам скажут, ой, знаете, ой, знаете, где-нибудь там что-нибудь зависнет, потеряется и так далее. Или я пока разберусь, я лучше дойду. Да, как-то успокойте, как-то объясните. Насколько это дает нам какие-то плюсы, насколько это безопасно? Вот именно цифровизация вот эта. Во-первых, это, естественно, все защищенные каналы. Во-вторых, что заявитель, что нотариус имеет электронно-цифровую подпись. Кстати, я уточню, да, что заявителю тоже обязательно нужно иметь. То есть это не кто-то вот зашел и написал, что вы мне должны. То есть это подтвержденная подпись. И, соответственно, когда нотариус видит это все, эта вся подпись проверяется с помощью серверов. То есть это не та сеть, которая интернет обширна, это защищенные каналы. Соответственно, ну, здесь не может быть поддел. Давайте вот резюмируем. В какой ситуации, какой человек встретится с этим нововведением, например, который договор займа оформляет? Кто это? Который и договор займа оформляет нотариально, и который берут, например, кредит в банке. То есть чем еще хороша исполнительная надпись? То есть если должник не платит банку, есть такое условие вне судебного взыскания, то через суд банк может взыскать как сам долг, как проценты, неустойку, штрафы, санкции. По исполнительной надписи в этом случае должник даже немножко выигрывает, потому что можно взыскать только сумму долга и проценты. Никакие штрафные санкции за то, что должник не платит по исполнительной надписи, не начисляются. Все. То есть сплошные плюсы? Да, все понятно. Юлия Минина, нотариус, была у нас в гостях. Это не отменяет того, что пирожочек мы все-таки вам задали. Да, угощайтесь. Да-да-да, задали. А можно, который из капусты? А давайте я на новости пойду, а вы тут разберетесь. Капустные люди, разберемся. К новостям.